На этом видео, попавшим в социальные сети, пенсионерка Галина Луз, проживающая по адресу Юбилийный проспект 58, безжалостно расправляется с урной для мусора. Неугодный предмет экстерьера женщина вырывает прямо из бетонного настила рядом с подъездом. В чем причина? Казалось бы, двор благоустроен, есть куда выбросить мелкие отходы вроде фантиков от конфет. Мы отправились во двор, где пару дней назад и произошел инцидент. Пообщаться с Галиной Вениаминовной лично мы, честно говоря, не надеялись. Но, увидев камеры, героиня интернет-ролика подошла к нам первой. Идут утром и в нашу урну бросают мусор туда. Дворник убирает где-то в 6 часов 7. То есть он убрал и ушел. А люди идут в 8 часов утра, полдевятого и вот суют. Кто бросает это в урну, он неаккуратен. У него дома эта урна, небось, 3 дня там пахнет. Не хотим мы эту урну, не надо. Соседи с Галиной Вениаминовной солидарны. Все как один твердят, то, что должно избавлять от мусора, только прибавляет хлама во дворе. Когда идет человек с пакетом мусора и упихивает его в эту урну, надо, извините, это не в какие-то ворота. Поэтому жители и против. Особенно те, у кого окна на эту сторону выходят. Лицезреть такую картину и правда мало удовольствия. Ситуация усложняется летом. Мусор не только портит вид, но и воздух. Неприятный запах из-за залежавшихся отходов разносится на несколько метров от подъезда. Буквально по всему двору. Это, к сожалению, культура поведения. И не только жителей, но и проходящих мимо. А проходит здесь мимо очень много, потому что школа, поликлиника, детские сады, остановка. И кто-то выходит на остановке предыдущей, на универмаге, идет в школу, сады. А кто-то выходит здесь. Двор действительно проходной. Весь световой день здесь входят чужие люди. Соответственно, они же и мусорят. Собственникам квартир не остается ничего, кроме как исправлять ситуацию своими силами, как это сделала пенсионерка Галина Луз. А где урна сейчас, расскажите нам? А выбросила я ее по-напомогу. Прямо несли сами эту урну? Да. Она же тяжелая? Ничего. На что не пойдешь ради красоты и уюта в родном дворе. Как говорят в управляющей компании, жильцы, чьи мнения делятся на «за» и «против», есть в каждом доме. И очень часто возникают споры относительно самых разных ситуаций. От установки урны лавочек, как во дворе на Юбилейном проспекте, до споров, мягко говоря, необычных. У нас сейчас в одном из наших домов жители решают, будут жить кошки в доме, в подвале, либо не будут. Потому что, опять же, одни жители за, другие против. Мы, как управляющая компания, будем вынуждены принять все меры для того, чтобы, если жители решат, что кошки будут жить, мы должны будем обеспечить их жизнедеятельность в нашем подвале. Да, ситуация комична, но о чем нам это все говорит? Что сегодня у жителей существует огромный запрос на решение таких проблем. По словам директора муниципального предприятия Руслана Гаевского, сегодня правительство Московской области реагирует на подобные обращения и старается принимать все необходимые меры по улучшению качества жизни граждан. Управляющая компания здесь, в споре между жителями, она является лишь исполнителем их воли. Любое решение жителя, даже вот в таком случае, если общее собрание принимает большинством решение о том, что урна не должна стоять, управляющая компания выполняет это решение и урны не устанавливает. И, соответственно, наоборот. Решение о том, что во дворе дома номер 58 по юбилейному проспекту не должно быть урн, со слов жителей, почти единогласно. Я слышала только со всего дома один из два человека, которые были за лавочкой и урной. А если, не дай бог, будет урна у первого подъезда у моего, я помню, что было, когда там была урна. На встрече с представителями управляющей компании пришли к мнению, что пора бы эти предметы благоустройства сносить, пока инициативные жители не снесли их самостоятельно. Но важно, конечно, другое. Порядка никогда не будет там, где к нему не приучены. А по словам людей, каждый день видящих горы отходов под собственными окнами, о порядке думает далеко не каждый. Нина Бережная, Дмитрий Бочаров, специально для Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...